Я против платного программного обеспечения и контента. Мне кажется, эпоха платного контента и платного программного обеспечения уже прошла давным-давно. Опять-таки, на мой взгляд, единственный случай, когда автор программы, песни, фильмы или компьютерной игры имеет право брать за это деньги, когда он это делает для какого-то одного пользователя, то есть для какого-то конкретного заказчика. То есть он выполняет какой-то конкретный заказ, который не предназначен для массового распространения. Ну, скажем, какой-нибудь бренд заказал какому-нибудь композитору написать ему песню, которая будет использоваться в рекламе, например. Разумеется, в этом случае песню можно продать, потому что она будет продана одному конкретному заказчику и больше никому. Не выйдет сингл с рекламной композицией, а альбомы с рекламными джинглами этого автора не станут мультиплатиновыми по продажам. То же самое с программным обеспечением, например. Мне кажется, единственный случай, когда можно за него брать деньги, это когда заказчик один, ну, например, какой-нибудь завод, хочет у себя автоматизировать бухгалтерию и логистический учет. Понятное дело, что та фирма-подрядчик, которая будет это все программировать, имеет право взять за это деньги, поскольку заказчик у нее один, и программа будет принадлежать только ему. То есть это плата за эксклюзив. Но когда речь идет о массовом сегменте, то есть когда программой пользуются много пользователей, не знаю, миллионы пользователей, или песню слушают миллионы слушателей, или фильм смотрят миллионы зрителей, и в компьютерную игру играют миллионы игроков, мне кажется, в этом случае старый способ получения денег за свою работу, то есть продажа копий игры или песни, он уже устарел. Нужно искать какие-то другие пути монетизации. Таково мое мнение. Но, с другой стороны, в своих роликах я очень часто ругаю тех людей, которые пиратят игры и программы, то есть воруют их. Здесь нет никакого противоречия. Я, в принципе, против воровства. Мне кажется, когда у тебя что-то воруют, это в любом случае неприятно. Поэтому я считаю, что пиратить платное ПО и игры – это нехорошо. Именно потому, что я не поддерживаю модель, когда программное обеспечение продается. Я просто хочу, чтобы платный контент умер. На своем компьютере я, например, за исключением программы, в которой я редактирую видео, и, может быть, сопутствующего видеоконвертера. Все остальные программы у меня либо бесплатные, либо бесплатные open source. То есть я пиратить и воровать перестал. За исключением программы по видеомонтажу, потому что я привык к той программе, где я работаю. И несмотря на то, что есть и бесплатные видеоконвертеры, и бесплатные видеоредакторы, у меня пока что-то не находится силы воли для того, чтобы переучиться. Но, тем не менее, в планах у меня есть перейти на бесплатный видеоредактор. Потому что я хочу, чтобы сдохли конторы, которые по своей устаревшей бизнес-модели продолжают продавать контент, и люди, которые руководят этими конторами, вцепившиеся в эту свою устаревшую бизнес-модель, и всячески ее защищая в судах, в конгрессе и так далее. Но в целом я считаю, что информация должна быть бесплатной и доступной всем. Мой канал эту идею отражает. Я абсолютно бесплатно размещаю на нем, например, инструкции по решению проблем и вообще все остальные ролики. Не беру за это денег. И не беру никаких денег, когда помогаю, допустим, кому-то в личке ВКонтакте или еще где-то. То есть для тебя мой контент абсолютно бесплатен. А в последнее время он и для меня стал бесплатен, потому что ебучий YouTube со своим тупым рандомным алгоритмом практически на все мои видосы вешает ярлык, что он не подходит для большинства рекламодателей. Это значит, что на таком видосе рекламы либо не будет вообще, либо будет рекламироваться какое-нибудь дно. Вот только производство видосов для меня не бесплатно, потому что я за свой счет покупаю оборудование, недешевое, ноутбуки там, всякие микрофоны и прочее. Не говоря уж о том, сколько времени уходит на создание видоса. Скажем, 40-минутный видос — это порядка 10-12 часов работы при условии, что все уже снято. Но тебя, как потребителя контента, это, конечно, не ебет. И меня дико бомбит, когда находятся всякие уебаны, которые считают, что их контент должен быть доступен по подписке. То есть для того, чтобы посмотреть их высеры, нужно заплатить. Таким образом, они из своих подписчиков делают абонентов, которые платят им абонентскую плату. Одно дело, когда ты размещаешь в своих роликах, например, рекламу, либо подключен к партнерке, которая показывает рекламу на твоем контенте, точно так же с донатами, либо поддержкой на Патреоне. Было бы, кстати, круто, если бы меня поддерживали на Патреоне. Это все добровольные проявления, так сказать, любви к контенту со стороны его потребителей. Никто же не заставляет тебя кликать или вообще смотреть рекламу. Никто не заставляет тебя донатить. Никто тебя не заставляет стать спонсором на том же Патреоне. Это твое личное решение. Контент тебе доступен вне зависимости от того, решил ты за него заплатить или нет. Контент же доступен тебе в любом случае бесплатно. От просмотра рекламы в твоем кошельке денег не уменьшается. Ну и все не знал где, давай в этом видосе скажу свое мнение по поводу того, что если не включать блокировщик рекламы, то сайты выглядят как вырвеглазное говно, полностью облепленное объявлениями. Как это было в 90-х. Это справедливо только для говносайтов, подключенных ко всяким говнопартнеркам. Дело в том, что приличные партнерки, а их всего одна в мире, это Google AdSense и еще в Рашке есть Яндекс. Но будем считать, что их две. Они очень сильно ограничивают количество объявлений на странице сайта и их месторасположение. То есть, если на странице сайта больше трех объявлений, прилетает предупреждение. И если дизайн сайта нарочно, ну или по ошибке, сделан так, что пользователь может случайно кликнуть по рекламе, ну например, рекламный блок закрывает какую-нибудь кнопку интерфейса сайта, то за это тоже может прилететь бан. Причем бан в AdSense это очень серьезная штука, потому что AdSense блокирует не конкретный сайт, а конкретного вебмастера, на которого оформлен договор с AdSense. И если вебмастер получает бан от AdSense, то бан этот пожизненный. То есть ты никогда больше не сможешь работать с Google и с его партнеркой. Поэтому вебмастеры, подключенные к официальным партнеркам, как правило, вот этой хуйней не занимаются. Ну а донаты или поддержки уменьшаются ровно настолько, насколько ты сам считаешь нужным. Ну прикольно же в прямом эфире заводить старый жигуль через сообщение, например. Прикольно же? Получил удовольствие, ну и, наверное, заплатил за это сколько-то рубликов. Оно, наверное, того стоило. В случае же платной подписки, ты платишь установленную не тобой таксу, и если ты ее не платишь, контент тебе недоступен. По-английски это называется paywall, то есть стена, которая стоит между тобой и контентом, до тех пор, пока ты не заплатишь за него. Но больше всего меня почему-то бомбит от стримеров на том же Твиче, которые стримят чужой контент, потому что игры они не разрабатывали. То есть, по сути, они проезжаются на чужом хую. Да, они, конечно, создают на базе этого свой контент, но если бы игр не было, то не было бы и их говноконтента. То есть, их контент зависим от другого контента. То есть, они, по сути, такие же воры. И при этом за этот свой высер они еще имеют наглость брать деньги. Ну, ты наверняка встречал такое сообщение. Это видео доступно только подписчикам. Станьте одним из них, чтобы получить доступ и поддержку очередного мудака на Твиче. Можно ли спиратить этот контент? Можно. Как правило, в этом случае предлагается обузить подписку Twitch Prime. Но есть другой способ. Для этого тебе нужно установить расширение в браузере, которое называется Native HLS Playback. Оно доступно для браузеров на основе Хрома и для Firefox. После того, как ты его установил, перезагрузи на всякий случай браузер и зайди в список видосов того стримера, которого ты хочешь посмотреть. У всех видосов, которые закрыты и недоступны не подписчикам, все равно есть их превьюшка, то есть картинка. И нажав правой кнопкой, выбери пункт, который называется копировать URL картинки, то есть копировать адрес картинки. Дальше нужно сделать следующее. Из этой ссылки, которую ты только что скопировал, тебе нужен айдишник. Это вот эта средняя часть цифр и букв, то есть после слова .tv и до слова slash storyboards. Значит, копируешь вот этот вот айдишник вот в такую ссылку, после чего она приобретает вот такой вид. Убедись, что нету двойных слыше и прочих косяков. Теперь ты вставляешь эту ссылку в адресную строку, и видео открывается с помощью этого самого плагина. Если плагин не установлен, то браузер предложит видеопоток скачать как файл. Это совершенно не то, что нам нужно. Итак, еще раз. Вот этот говностример. Вот я не могу посмотреть его видос или трансляцию, потому что он вымогает деньги. Дальше копируем ссылку этой самой картинки. Берем ее вот эту среднюю часть, вставляем в ту ссылку, которую я сказал, вставляем эту ссылку в адресную строку, и видео запускается. Ссылки на плагины для браузера, и вот эту вот ссылку найдешь по ссылочке внизу. Там же ты найдешь ссылку на мой твич, потому что эпизодически мне ютуб отключает прямые трансляции, и я не могу по несколько месяцев стримить на ютубе. Ну и там же ты найдешь ссылку на мой патреон. То есть вот таким образом можно своровать платную трансляцию у твичера, который хочет за нее брать деньги. Но я призываю этого не делать, потому что воровать плохо, и вообще их не смотреть и игнорировать этих уебанов. Пусть они там сидят в одиночестве без зрителей и дрочат на свой платный контент. Я бог ютуба. Лайк, подписка, бубенцы.